На сегодняшний день в мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов. Это около 15% от всего населения планеты. Многие из них сталкиваются социально-экономическими барьерами, исключающими их из равноправного участия в жизни общества. Подобные акции направлены на то, чтобы эти барьеры устранить. Чтобы наше общество обратило внимание на таких детей, чтобы мы не отворачивались от них, а наоборот смотрели на них открытыми глазами и помогали им. Все, что могли, мы для них делали. Акцию «Концерт твори добро» в Одинцовском центре социальной помощи «Семья» совместными усилиями организовали администрация Голицына, Дом культуры «Октябрь», благотворительный фонд «Доброе сердце» и молодежный парламент нашего района. Особенные дети стали участниками интерактивной игры, в ходе которой они вместе с Тосей искали Клёпину улыбку. Я потерял улыбку! Ну, Лёвочка, ну не плачь! Найдем мы твою улыбку! Найдем! Как ты ее найдешь? Смотри, сколько народу! Так вот они-то как раз нам и помогут! Чтобы отыскать потерянную улыбку, ребятам нужно было пройти множество непростых испытаний. Они отгадывали песни, загадки, участвовали в различных конкурсах. В перерывах между заданиями учащиеся Дома культуры «Октябрь» радовали ребят концертными номерами. Номера для маленьких гостей были подготовлены театральной студией «Кураж», а также хореографическими ансамблями «Радуга» и «Маленькая страна». Я ношу цилиндр не для женщин, с глупой страсти в сердце жить не в силе. Мне удобней грусть свою уменьшить, золото обсадовать копыле. Со всеми испытаниями ребята справились, тем самым вернув Клёпе улыбку. Но не только клоун смог улыбнуться. Хорошим настроением зарядились абсолютно все гости. Не забыли и про главный девиз праздника – «Твори добро». Но как его творить и что такое доброта, каждый понимает по-своему. Ну, доброта, ну, не знаю, как объяснить. Вот так обнимает. Да. Доброта – это когда ты помогаешь людям, и взамен они тебе тоже помогают. После концерта ребята приняли участие в спортивных соревнованиях. А потом всех пригласили к столу с щедрыми угощениями. Его организовали активисты Одинцовского молодежного парламента совместно с Арт-кафе «Блинчик». Без подарка и хорошего настроения не остался ни один гость. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.